Всем привет! С вами Ева, и сегодня я расскажу вам 6 историй о загадочных исчезновениях, которые заставляют ломать голову не одно поколение. История человечества полна загадок, на которые нам, по всей видимости, уже не суждено узнать ответ. Многие из них связаны с таинственными происшествиями, у которых не было свидетелей. Самые знаменитые из них, такие как «Тайна перевала Дятлова» или «История пропавшей колонии Раанок», стали всемирно известными и обросли бесчетным количеством домыслов и легенд. Однако на этих двух случаях таинственные происшествия, когда-либо действительно случившиеся в человеческой истории, не заканчиваются. Исчезновение смотрителей маяка. Маяк, расположенный на шепланском островке Эйлин-Мор, знаменит загадочной историей исчезновения троих крепких мужчин. Это произошло в 1900 году, когда главный смотритель маяка Джозеф Мур простился с подчиненными и отплыл к береговой станции Брасклик. Там 5 декабря первый помощник смотрителя Томас Маршалл, второй помощник смотрителя Джеймс Дукат и ассистент Дональд Мак Артур остались на острове одни. Через 10 дней на станцию Брасклик пришло известие от команды парохода Арктор. Моряки доложили, что на маяке в нарушении всех инструкций не горит свет. Однако, то ли по беспечности, то ли из-за надвигающейся непогоды никто не поплыл на остров проверить, все ли в порядке. Джозеф Мур приплыл на остров только 26 декабря после сильнейшего шторма, но никого на маяке не обнаружил. Двери и окна маяка были заперты, вощеные дождевики смотрителя висели внутри, лампы маяка были заправлены, все часы стояли. Единственным, что нарушало общую картину порядка, был перевернутый обеденный стол. Мужчин нигде не было, но Мур был уверен, что его подчиненные не могли покинуть маяк одновременно, так как это категорически запрещалось инструкциями, а пропавшие были опытными и ответственными людьми. Во время расследования этой пропажи крохотный остров прошерстили метр за метром, но никаких следов маршала, духа Таима Картера так и не было найдено. По этому поводу выдвигаются самые невероятные версии. В исчезновении обвиняют злых духов, инопланетян и даже фантастических птиц. Следствие же придерживается более прозаичной версии. Предположительно, предвидя скорую непогоду, мужчины отправились к скалам, чтобы закрепить оборудование, но были смыты внезапно нахлынувшей волной, которые здесь наблюдались и раньше. Возможно, нарушить инструкции их заставило острое нежелание доделывать работу под шквалистым ветром и усилившимся дождем. Спрингфилдская троица. Еще одна история о пропаже сразу трех человек. Это произошло в городе Спрингфилд 7 июня 1992 года. 19-летние подруги Сюзанна Стриггер и Стейси Маккол окончили школу и отлично провели время на вечеринке в честь вручения аттестатов. После праздника, примерно в 2 часа ночи, девушки отправились домой к Сюзанне, где в тот момент находилась ее мать Шерил Левит. Больше их никто не видел. Первой пропажу обнаружила знакомая девушка, Жанель Кирби, которая заглянула в дом вместе со своим бойфрендом. Недавние школьники собирались провести день в аквапарке, но Сюзанна и Стейси не выходили на связь. По словам Жанель, дверь была заперта. Абажур фонаря над крыльцом оказался разбит, хоть с лампочкой и уцелела. В доме никого не оказалось, кроме йоркширского терьера, принадлежавшего Сюзане и ее маме. Пес был очень возбужден. Изначально Жанель и ее парень не подумали, что случилось что-то серьезное. Они даже безо всякого злого умысла смели стекло от разбитого абажора с крыльца. Возможно, уничтожив тем самым часть улик. В итоге тревогу забила миссис МакКол, которая уже продолжительное время никак не могла связаться с дочкой. Она наведалась в дом с триггеров и нашла кошелек и одежду Стейси. Миссис МакКол прослушала автоответчик, по ее словам обнаружила очень странное сообщение, но случайно стерла запись. Полицию о происшествии сообщили спустя 16 часов после исчезновения. Стражи порядка не обнаружили в доме никаких следов борьбы. Следствие по делу находилось в тупике до 2007 года, когда был задержан закоренелый преступник Роберт Крейг Кокс, сообщивший, что знает кое-что об исчезновении Спринкельской троицы. Следователи выяснили, что в 1992 году Кокс жил в одном городе с пропавшими и действительно может кое-что знать или быть причастным к исчезновению. Однако сам Кокс заявил, что расскажет все, что знает, только после смерти своей матери. До сих пор дело не раскрыто. Пропавший экипаж Марии Селесты. Паруснику с мелодичным названием Марии Селеста было 12 лет, когда его передали в распоряжение нового капитана Бенджамина Брикса. 5 ноября 1872 года корабль под его управлением вышел из Нью-Йоркского порта Стейтенд-Айрланд и направился в итальянскую Генуу. На судне помимо капитана были его жена, двухлетняя дочь и команда матросов из семи человек. Корабль должен был доставить в пункт назначения этанов, принадлежавший компании Мейснер, Акмен и Коэнд, однако в Италию парусник так и не прибыл. Спустя четыре недели судно обнаружил лично знавший Брикса капитан Дэвид Рид Мархаус, управляющий бригом Дэй Грация. Корабль показался Мархаусу неповрежденным, на борту не было ни одного человека, все свидетельствовало о срочной эвакуации людей с судна, не было шлюпки, компас оказался разбит, когда его спешно старались снять со стены. Однако причины, заставившие людей покинуть корабль, не ясны. Нетронутые капитанские драгоценности и оставшаяся неопрокинутая масленка, оставленная женой капитана на швейной машинке, опровергли версию нападения пиратов или шторма. Груз оказался почти полностью цел, не хватало лишь девяти баррелей. На борту остался судовой журнал, последняя запись в котором, датированная 24 ноября, сообщает, что судно приближается к острову Санта-Мария. Самую правдоподобную версию случившегося высказал дальний родственник Брикса. Он предположил, что спирт был упакован герметично и медленно испарялся, что при появлении случайной искры спровоцировал микровзрыв в трюме. Опасаясь повторного, более сильного взрыва, капитан срочно эвакуировал команду, привязав шлюпку к Марии Селесте с Настю для подъема одного из парусов. Однако, когда поднялся ветер, корабль рванул вперед, а снасть, привязанная к переполненной людьми лодке, натянулась и порвала. Возможно, затем шлюпка была опрокинута водой, и все ее пассажиры погибли. Каролина Сейнджерс-Милонски и ее дочь 21 ноября 1987 года владелец Самервильского магазина в штате Южная Каролина обнаружил, что его подчиненная Каролина Сейнджерс-Милонски не вышла на работу. Мужчина не мог связаться с работницей и отправился на ее поиски. Не дойдя до дома Каролины, босс обнаружил ее машину. Закрытое авто было припарковано возле плантации, на которой работал супруг женщины. Чтобы подстраховаться, начальник позвонил в полицию и сообщил об исчезновении человека. Стражи порядка выяснили, что последний раз Каролину видели, когда она ехала по шоссе, примерно в 11 часов дня. Больше никаких сведений добыть полиции не удалось. Возле машины не было обнаружено никаких следов борьбы. Исследование плантации тоже не дало результатов. В деле не было никаких изменений, пока 4 октября 1988 года не произошло еще одно исчезновение. На этот раз пропала 11-летняя дочь Каролины от первого брака, Аннет Сейнджерс. Последним девочку видела ее отчим. Около 7 часов утра она ждала школьный автобус у той самой плантации, где пропала ее мать. Когда водитель прибыл, чтобы забрать школьницу, Аннет уже не было. В отчим девочке не знал, что его падчерица пропала, пока не понял, что она не вернулась из школы. Тогда мужчина отправился на автобусную остановку, где обнаружил записку со словами папа, мама вернулась. Обними мальчиков. Под мальчиками имелись в виду братья и девочки. Экспертиза установила, что записка действительно была написана Аннет. До сих пор этот клочок бумаги остается единственной уликой в деле об исчезновении. В итоге эта история просла легендами. Одни местные жители предполагают, что Каролина была похищена инопланетянами и вернулась домой за дочкой. Другие думают, что Аннет забрал призрака ее обиенной матери. Современные пользователи выдвигают более прагматичные версии. По одной из них, в пропаже Каролины и Аннет, замешан супруг женщины. Однако никаких подтверждений этой теории у следствия нет. Во второй Каролина сбежала с любовником и через несколько месяцев вернулась за дочкой. Исчезновение пятерых детей из собственной спальни. В канун Рождества 1945 года владельцы небольшой гостиницы в штате Вирджиния, Джонс и Дженни Солдер, находились дома вместе с девятью своими детьми. Было уже десять вечера, но старшая сестра Мэриан подарила малышам игрушки, и они никак не хотели ложиться спать. Оставив младших детей под присмотром старших, Джордж и Дженни ушли отдыхать, попросив юную компанию не засиживаться допоздна и прихватив с собой двухлетнюю Сильвию, которая уже заметно клевала носом. Дженни проснулась около часа ночи, учуя в запах дыма. Она выбежала из спальни и поняла, что дом полыхает. Не имея возможности подобраться к телефону, она разбудила мужа и Мэриан, дремавшую на диване в гостиной, попросив ее вынести наружу маленькую Сильвию. После этого Дженни начала кричать, чтобы разбудить детей, чья спальня была наверху, но к ней спустились только двое старших мальчиков. Остальных малышей никто больше не видел, их тела также не были обнаружены. Родители отказываются верить, что пятеро их детей погибли в огне и предположили, что малышей могли похитить представителей сицилийской мафии. Спустя семь лет после трагедии, безутешные родители установили недалеко от своего дома рекламный щит с фотографиями детей и просьбой сообщить об их месте нахождения. По словам главы семейства, у них были причины подозревать, что детей похитили незадолго до происшествия. К нему приходил мужчина, пытавшийся устроиться на работу. Глядя на электрические щиты, тот сказал, что однажды они станут причиной пожара. Владелец гостиницы накануне приглашал экспертов из электрокомпании, которые проверили проводку и заключили, что она в отличном состоянии, поэтому пропустил эти слова мимо ушей. После этого к Джорджу обратился страховщик, предположивший застраховать всю семью Солдеров. Получив отказ, он пообещал Джорджу, что все его дети погибнут, и это будет расплата за то, что владелец отеля позволяет себе грубо отзываться о Муссолини, Что действительно произошло в ту ночь в доме Солдеров, до сих пор неизвестно. Беннингтонский треугольник Такое странное название получили леса, расположенные вокруг горы Ластенбери в округе Беннингтон, американского штата Вермонт. В этом месте, как и в знаменитом Бермудском треугольнике, без следа пропадают люди. Известно как минимум о пяти американцев, исчезнувших в Беннингтонском треугольнике и не оставившим никаких следов. Первое исчезновение произошло в 1945 году. 74-летний лесничий Мидди Риверс, компания четырех охотников, пробирался по лесу между туристической тропой и автомобильной дорогой. В какой-то момент Риверс ушел немного вперед, и спутники потеряли его из вида, о дальнейшей его судьбе ничего не известно. По словам охотников, заплутать опытный лесничий просто не мог. Спустя год в этом лесу пропала 18-летняя второкурсница Пола Уэльдон. Девушка отправилась прогуляться по туристической тропе Лонгтрейл, но так и не вернулась. Пола была дочерью знаменитого архитектора, поэтому ее пропажа стала поводом организовать до тех пор несуществовавшее подразделение полиции штата Вермонт. До 1947 года поиски велеследователей из Нью-Йорка, Массачусетса, Коннектикута даже подключилась в ФБР. Почти никаких следов девушки найдено не было, хотя позже появился подозреваемый, один из местных жителей, который, судя по слухам, однажды в пьяном угаре признался, что осведомлен, куда подевалась девушка. Однако, так как тело Пола так и не нашли, суда над этим человеком не было. Спустя три года после этого произошло, пожалуй, одно из самых загадочных исчезновений в Деннингтонском треугольнике. Джеймс Тетфорд возвращался на автобусе домой от родственников. Последний раз его видели на заднем сидении автобуса, где остались его вещи и раскрытая брошюра с расписанием движения транспорта. Это было не предпоследней остановки маршрута, однако на конечную Джеймс так и не приехал. Что с ним произошло и как это возможно, никто не знает до сих пор. По данным полиции, за последние 50 лет в районе Беннингтонского треугольника пропал только один человек, поэтому сегодня его можно назвать спокойным местом. Через год после исчезновения Джеймса Тетфорда на территорию Беннингтонского треугольника попал и пропал восьмилетний Пол Джевсон. Он ехал на грузовике вместе со своей матерью. В какой-то момент женщина остановила машину и отвлеклась на несколько секунд. Этого времени было достаточно для того, чтобы мальчик успел испариться. Добровольцы и полицейские прочесали весь лес в поисках пола, но не нашли никаких зацепок, при том, что мальчик был одет в ярко-алую куртку, заметить которую проще простого. Через 16 дней после этого в Беннингтонском треугольнике пропала 53-летняя Фрида Ленгер, отправившаяся в поход вместе со своим двоюродным братом. Она упала в ручей и промокла, из-за чего на время оставила спутника и направилась в темпинг, чтобы переодеться. Больше ее никто не видел. На этом случаи загадочных исчезновений в Беннингтонском треугольнике заканчиваются. Все эти истории заставляют людей ломать головы над получившимся не первое десятилетие. Кому-то, оказывается, проще списать происходящее на мистику. Воля настойчивая продолжает копаться в архивах, надеясь отыскать ответ. Но сколько бы ни прошло лет, эти истории не забудутся, потому что человеческая природа не позволит бесследно исчезнуть тому, что когда-то разбудило в сознании столь жгучее любопытство. Спасибо за внимание. С вами была Ева. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.